Сибирь тайга, Метенбурга, на сотни верст в её пределы, а душу рвёт и кавит тело моя Сибирь. Привет, Оса Амигос! Ну что, Лара, надеюсь, нагрела жопу у костра и готова снова поморозить свои булки. Кстати, я вроде как более-менее совладал таки с микрофоном, надо было его просто убавить на самый минимальный минимум, потому что он так охрененен, что способен улавливать просто мельчайшие, видимо, шумы, шелест, ветра, сквозняк, можно записать, я не знаю. Вот, поэтому чувствительность его надо, или громкость микрофона, вот то, что на нём, короче, на самом регулируется, надо просто, блядь, вот чтобы волосинка прям на дисплее была, и тогда вот прям нормально. Ух ты, ёбаный, в рот, вы чё, блядь, твари ёбаные, охуели что-то? Вот таким, сука, должен быть дивизион, что ты идёшь-идёшь по улице и попадаешь в охуеть какую засаду. Вот, а не когда ты идёшь-идёшь, нихуя не происходит, а потом выскакивают два негра, блядь, абсолютно одинаковых, которых ты уже видел. Один с дубиной, второй, блядь, с автоматом. Да, это охуенно, ММО, блядь, очень пиздато в него играть, блядь. Очень круто, всего-то два дня, блядь, два дня убиваешь негров, прокачиваешься, после чего можешь уже в пвпшечку сразиться, блядь, охуенно просто. Главная особенность ММО, это то, что в каждой локации есть свои мобы, почему я по дивизиону хожу и вижу только пустые локации, где вообще ничего нет, ничего и никого. Ладно, хрен бы с этим дивизионом, вот. Короче, в этом микрофоне, извините, у меня такой голос стал, прям такой вот он глубокий, такой солидный, что я прям как-то стал даже странно разговаривать. Охуев от этого прекрасного звука, надо как-то, надо как-то отвыкать и перестраиваться на то, как это было, боже, какая отстойная скорострельность. Только вот он пердак бомбанул в сторончике, я же туда даже не выстрелил. Подожди, подожди, чувак, я же на джойстике, блядь, совесть поимей. Джойстик. Правильно говорит геймпад, сука. Но мы-то дети 90-х говорим слово джойстик. Я уверен. Стреляйте через стены, да ты чё там? Волхак, блядь, нашёл, что ли? Опа, опачки, опачки. Метко этот петух, блядь, закинул. О, можно бомбочку сделать, смотрите-ка. Так, на какую кнопку я там... Отлично, отличная попытка. Пусть знает наших тварь. Сука, наш ответ Чимберлену. О, кажется он крякнул. Безжалостно добил. Опять эти черти. Забронированные. Всё, 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 всё те же, всё то же, что и в первой части. Только им шмоточки поменяли. Но тип мобов-то остался всё тот же. Обычные бичи, бронированные бичи, то есть всё. Ах ты, ёб твою мать. Ёб твою мать. Ёбаный в рот. Куда ты за мной бегаешь, ты, блядь? Злый день, сука. Ёбаный в рот. Сука, сколько хилок уходят на этой безумной миссии. Меня стреляют! Она почти готова! Она почти готова. Я уже мокрая, блядь. Давай, подходи. У неё пушка. У неё пушка, бежим, ты должен говорить, а не у неё пушка, вали её. Ух ты, блядь. Чё, где моя баночка-то, из которой я... Баночка Англ Бенса, из которой я делал бомбы. Отличные пиздатые бомбы. Давай, на ходу. На ходу жопу замотала и съёбываем нахер от него. Он вообще безумный. Безумный, блядь. Сука, один раз попал и пиздец. Всё здоровье. Не насрать, что ей случилось. Надо съёбывать отсюда. Летящая походка. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. У меня чешутся шрамы. Это постоянное напоминание моей высшей цели. Это к дождю. Моей избранности. Когда-то я был невинным ребёнком, не знавшим зла. И я проснулся однажды ночью с криком от боли. Кровь стекала по ладоням. Я был в ужасе. Избежать этой миссии я могу не больше, чем собственных рук. Всё в порядке. Ты стал женщиной. Блядь, штачём было это говно только что. Так, мы куда идём? Ой, ёпта. Слушай, кто-то их тут по-серьёзному нашинковал. Негров этот. Наши сибирские мужики, видать, дали им пиздюлей. О, смотрите, вождь. Депо уже близко. Ты там? И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Знаки отличия боевого ордена. Троицы. С чего будем лежать в каком-то засранном ящике, интересно? Цацка генеральская, ёпта, лежала. Чё это было? Там кто-то тужится, по-моему, блядь. Просраться не может неделю уже, наверное. Троица, выходите поиграть. Троица. Троица. Да. Левый коронный, правый обломный. Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Штык-нож. Да не за что. Спасибо, что вызволил. Слышишь, Чак Норрис, блядь, тебя как вообще в плен-то взяли, если ты так ебашешь-то на ножах? У-у-у. Начинается моя любимая миссия, блядь, в этой игре. Как во всех ларах. Начинается какая-то вакоаналия. Анальная. Какой-то неведомый вертолёт неведомой марки. И мы от него сейчас будем бежать, походу. Ну чё, вот чё он не стреляет-то, ебать, и с пулемётом, веером. Вот спорим, что он начнёт стрелять, но минут через пять примерно. Типа, выживете в визевой воде? Довольно сложно. То есть, он типа хотел взять её живьём, наверное, я так понимаю. Как, блядь, управлять-то плаванием, пиздец, это вообще невозможно. Но она практически сама плывёт куда надо, это по прямой. Здесь игра не даёт поплавать. Ты просто жмёшь вперёд и ускорение, и всё. Она сама, блядь, гребёт куда надо. Да ху ли я не так сделал-то? А, нормально. Штаны сухие, вообще не намокают. Посмотрите на эту одежду. Ну, в игре такая графика неплохая достаточно. Но одежда под водой прямо была, выглядела сухой. Где индикатор заморозки у неё на груди? Один и второй. Почему? Пунь-пунь, должны это вскочить. Яков, доставай свою палочку ибонитую. Пришло время греться методом трения. На, нахуй, ракет. Вот если, я не понимаю, если, блядь, надо брать живьём, нахуй вы стреляете. Если не надо брать живьём, чё вы их сразу не убили? Я, краем уха, слышал, что сюжет для игры опять писала Риана Пратчетт, хуй ей в жопу, блядь. И это полный пиздец. Это такое дно. Ну, то есть, если вы маленькая девочка, блядь, то, безусловно, вам похую на такие детали, типа... Но если вы суровый мужик, то, блядь, за военных обидно, понимаете? Что военные настолько тупые, блядь. Да, сцена, может, прекрасна, хотя она тупая, по большому счёту. Напоминает почему-то мне Resident Evil, блядь. Шестой. Там вдвоём только надо было от вертолёта бегать, от Апача. Десбоут. Десбоут. Да, 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 да. Папа, ты ещё работаешь? Папа шмальнул себя с волыны, что ли? А чё это у него? Крышак поехал? Дисгрейт. Чё написано? Где переводчик, блядь, ты чё? Чё он, чё он, чё психанул-то, я не понял. О, нихуя косяк какой-то здоровый, блядь. На толпу просто скрутили. Наверное, из сибирской липы, блядь, какой-нибудь. О, ещё и выпей, полегчает. Ну, вообще пиздец. Всё, давай. Как ты, с земля, стратосфера. Ой, ебай, не сомневайся, чё. Просто ты красивая тёлка, таких никогда не бросает. Была бы ты страшная, уже бы на дне лежала, блядь, раков кормила. Хотя не очень-то ты такая, знаешь. Не зазнавайся. О, самовар, охренеть. В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. Последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу. Он хотел вечно жить, что ли? Мы поссорились. Он покончил с собой. Нихуя-то ему мозг вынесло в этой ссоре, наверное, просто дьявольски. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это всё изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв всё. Ты встретила Дункана Маклауда, что ли? Он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Конечно, он умер не зря. Черви тоже есть хотят. Есть хоть капли правды, я должна знать. Я просто... Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда... Да чего ебаричный диалог, господи. Я ни слова... Нет, я... Ты бы хотела, чтобы Троиса узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Я увидела такую хуйню, что прям вообще охуя... А что она увидела-то, когда это было? О чём она, блядь... О чём она несёт вообще? Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? Единая Россия, блядь, чё потом? А вы дома ставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Охуенное предложение. Прости. Я не могу. Не можешь. Или не хочешь. Кстати, я смотрю, он заживает прям как собака, блядь. Быстро уже затянулся. Яков просит какую-то дуру, которая не военная, помочь им победить Троицу. Она чего, блядь, такого умеет, полезного, что поможет армию целую одолеть? Это как бы намекает на то, что... На секундочку, разработчик всё-таки уже послал нахрен всю эту археологию. Я скоро вернусь. И всё-таки... Перепутал-таки Лару Крофт с солдатом Джейн, блядь, с ним и Зидой. Помоги нам, блядь, армию заебашить. Да не вопрос, я помогу, а дальше пойду искать свой говничок. Колбаски, смотри-ка. Блядь, он только что вышел. Я ебу, какая тупая игра. Это ж пиздец какой-то, господи. Или что, ночь прошла, что ли? Я, может, что-то пропустил? А, я что, снова здесь? Матерь божья. Я снова одна. Яков ушёл вперёд. В нём есть что-то такое, что ускользает от меня. Странное, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и дровью не поведёт. Не будет особо... Слышишь, я не хочу выслушивать, почему ты ему дать решила, блядь. А мне кажется, что речь идёт именно об этом. В нём есть что-то такое, блядь, что хуй его знает. Мой клитор встал. Чё тут так интересного есть ящичек, нет? Мы оказались глупцами. Беспечными, самонадеянными дураками. Хотели остановить их. Красная армия превосходит нас числом. Их оружие лучше. Они упорны. Многие из моего народа и я в их числе оказались в плену. Нас заставили работать в недрах нашей же горы. Рано или поздно они узнают о нашей тайне. И мы должны быть к этому готовы. Многие из моего народа и я оказались в плену. Нас заставили работать в недрах нашей же горы. О боже, красные захватили в плен гномов. Не стреляй, я с Яковом. Он велел дождаться тебя, но эти сволочи нашли нас раньше. Он искал, он искал, но они нашли раньше. И я просто охуеваю, что все три трупа лежат в одинаковых позах. В одной и той же позе. А у этого еще и с лицом что-то, смотрите. Смотрите, как оно размазывается. Это делает опознание тела невозможным. Смотрите, вот эти вот. Они даже повернуты все в одну сторону. Все держатся за печень, как я понимаю. Но слава богу, хоть вот этот в другую позу лег для разнообразия. Мне нужно укрыться в безопасном месте. О боже. Что с тобой? Жить буду. Татуировка на лбу. Нужно где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Там за мостом есть пещера. Это волчье логово. Туда они не сунутся. Но мне сейчас волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сборов. Только надо вырезать волков. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Откуда ты туземец, блядь, с луком? Можешь что-то придумать для моего пистолета. Ладно, давай. Ненавижу убивать животных в играх. И где бы то ни было еще. Поэтому я рот ебал эту миссию, как бы, но надо пистолет апгрейднуть. Ненаравных играют с волками. Егеря, но не трогнет рука. Оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Из-за ели игра хочут двустволки. Там охотники гасят с овцей. Нахуй выбросила, сучка, ты банку. Ты гранату из нее должна была сделать овца. Идет охота на балкон. Ну что, блядь. Ну что, блядь. Волчары позорные. Волчонок пожар. И вожак за меня против всей стаи встал. Сука, я не могу спокойно слушать эту дурацкую песню. Умели же раньше сочинить что-то. О, как раз здесь бомба-то и нужна, чтобы пройти. Мазафакер. Да ну ебать мой хуй. Что, какая-то другая бомба здесь нужна, что ли? Где волки-то? Кого надо вырезать? А, отлично. Я гранату выбросил. О-оу. Ох, ебать началась. А, телебоним, телебоним, телебоним. Сука, я его стрелой забил. Я был в миллиметре от того, чтобы долечиться и не сдохнуть. Не смогла я. Да, волки-то, сука, суровые твари. Могут за себя постоять. Ну, теперь, в принципе, я зол. Готов убивать, только вообще не врубаюсь. Где я появился-то? Можно сделать, как какую-то там эту. Из-за... Нахуй пошел. Еще нет, но я справлюсь. Угу. Надо было сказать ему да, и посмотреть, как его волки рвать будут. Ну, что ты ступишь-то, ёб твою мать. Перезарядим-ка эту берданочку. Так, это у меня граната, да? Это все еще граната. Она не стала обычной банкой, полежав на снегу. Ну, вроде не должна. Ладно. Серые козлы, вы меня разозлили. О! Достижение взорви волка. Смотрите, как у него глаза светились. Все? Трое? В этот раз вас что, меньше стало? Ну ладно, что добру-то пропадать. О, а я оленей убивал. Вон тут сколько шкуры. Бери, не хочу. Что еще тут есть? Альфа-Вервольф. Не? Ладно, сейчас посмотрим, что этот выдумщик. Выдумщик. Очумелые ручки, блядь. Придумай до моего пистолета, как обещал. А, я придумал тебе. Короче, вот ты можешь нахуй бить прикладом. Ты зачистила пещеру. Пещеря безопасна. Ну ты сходи, проверь. Спасибо. Вот, возьми. Ну? Яков велел тебя оберегать. Но оберегать нужно было явно не тебя. Прицелы для пистолетов? И мне показывают автомат с подствольником. Охуенно логично, блядь. Так я... А, навесные приспособления. Имеют характеристики. Ага. Ага. Отлично. Ага. Вообще, довольно странно, что подствольник для автомата и прицельчик для пистолета попали в одну категорию. Возможно, что это прицел какой-то лазерный, наверное, или калиматорный, оптический. То есть, я думал, что может там, не знаю, мушка для пистолетика. Но нет. Видимо, я что-то нормальное придумал. Что-то нахрен не нужное, потому что это игра не от первого лица. И здесь, в принципе, такие точные прицелы как бы не нужны. О! А теперь я могу туда попасть. А в прошлом части надо было что-то тыкать, чтобы... Чтобы она открыла... Во тьму испытания. Но это не гробница какая-то хуйня. Просто место с лутом каким-то, да? Детали пистолет-пулеметом. Веу! Какой интересный у нее способ подбора лута. Просто опрокинула вазочку. Ну, в принципе, ладно, понятно. Лучше бы, конечно, это была гробница. Я бы тогда гробницу прошел и серию закончил. Но где-то здесь есть вообще гробница? Ну, твой хер пройдешь сейчас. Ух ты, ебаная жизнь. Здесь случилось что-то ужасное. Какой год в игре? Какие нахуй советские солдаты? Или это олдфажные советские солдаты? Эти трупы здесь что, 500 лет провисели, что ли? Сколько там? Больше сотни лет? Ну да, они мумифицировались уже, смотрите. Даже не знаю, вот как лучше умирать. За шею повешенным или за ноги? Вроде за шею неприятней, но быстрее. И на все это указывает... Блять, он не указывает, он здесь в какой-то философской позе стоит, Ильич. Как будто он, не знаю, стихи какие-то пиздатые зачитывает. Может, там умничает стоит. Куда он там? Дланью своей. Не в сторону водочного магазина, как обычно. Так, давай-ка. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Где-то у меня был прицел, вроде как, нет? Пошел он нахуй, твой отец, ты уже заебала. Строить будущее, написано. Чтобы резать веревки. Сколько тут, сука, надо снаряжения, а? Это тоже, да, солдат, советский солдат, типа? Интересно, кто их тут, местные, что ли, их тут заебенили, что ли? Блядь. Попутать кнопочки, зюжи. Звук какой-то нездоровый был прям. Блин, эти элементы Майнкрафта со сбором палочек всяких веточек. Черт, наверное, мыши. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Они, наверное, охуенно рады были, блядь, такого открытию. Спасибо партии за это, ёптвою мать. Наверное, зэки взбунтовались, короче, и красную армию перепиздили здесь лопатами. Тайна разгадана. А это что за ящики такие? Хорошо так сохранившиеся. Смотрите, зашито. А, защита. Или же защита. Там броники-то, походу. Ларке-то не нужен. Старый добрый советский бушлат. Так, некуда мне туда. Так, а как там ящик-то сбить на землю? Из лука что? Нет. Ничего не понимаю. Выстрелила бы верёвкой, притянула. Я что-то вообще не помню, как эти ящики сбивать. В той части вроде как... Ух ты, блядь. В той части надо было верёвку просто... Пери... Отвязать. Отвязываешь, он падает. В этой, видать, что-то... Что-то другое придумали. Забыв поставить, блядь, игрока в известность. А, ну понятно. Вот, наверное, смотрите. Ну, подсветили вы ящик, блядь. И что дальше? Хуенно. Так, а что это у нас там? Можно выломать. Домик Карлсона что, на крыше, нет? Что это... А, это на опыт получает, который можно потратить на раздел выживания. Из этих вазочек, да? И больше ничего. Что, они ещё не отвалятся, что ли, под ней? Тут, по-моему, лет 300 техобслуживания не было. Ну, внизу ещё карабасик стоит. Ну, так впаду, куда лезть? Всё, придётся ему там дальше... Ой, тут гробница где-то есть? А, ну да, они же нашли, видимо. Гробницу как раз и нашли. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого ещё убить. И точно поймал одну из потолков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из неё выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. А потом выебал. Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Моё место здесь. Я так долго искал его, но всё же нашёл. И кто автор? Кто автор этого, блядь, охуенного послания? Клетки. Как будто для зверей. О, боже. Выказа был. Из выказа был. Разлагиниться. Так. Такая бумажка висит. Ярко-белая. Как будто её прочитать можно. Обитатель, 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 блядь. Кто бы стал писать слово обитатель? Товарищи обитатели, на выход. Ой, а прикинь, если водка выдохлась, что ты будешь делать с этой бутылкой? Произошёл шахте. И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих всё достало? Гадалки не ходили. Ты же её видишь. Найдём описи и пошли к остальным. Ладно. Кажется, там кто-то есть. Блядь. Она сама нихуя не сделала, да? Это ещё, блин, откуда? Может, не заметит? Кажется, отсюда. Всё нормально, чувак. Сука. Осечка, блядь. Вот это они не услышали, да? Ну и долго здесь будет висеть это ебучее обучение теперь? А вот ещё бутылка. Слава богу, не последняя была. Ой. Всё, я сделал. Туда она добросит. Блядь. Отстрели ему жопу. Метко стреляет индеец Егор. Сука, сколько он патронов на грудь принял, а? Блядь, уберите нахуй это обучение. Она уже заебала меня. Я уже сделал два, три даже сделал, нет? Чё, надо 10 коктейлей, чтобы сделать, чтобы... Блин. На, ещё один сделал. И это, блядь, лицензия. Лицензионная игра так работает. Прикольно, да? А я вижу, кажется, вот туда, наверное, надо бросить, тогда они и отвалят. Может быть, через полчаса, когда я пройду нереально дальше по сюжету, это обучение наконец-то поймёшь, что я уже всё понял, всё умею. И что я нашёл здесь? Классное ничего. Мой любимый лут. Пустота. Так, а как туда попасть? А туда как попасть? Наверное, через верх, как раз через это. Коммунизм. Власть, сила, коммунизм. Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равдоникиса. Хм. На обратной стороне выбито слово осуждённый. Во-первых, блядь, здесь выбито слово заключённый, а не осуждённый. Во-вторых, здесь нету имени Юрия и Равдоникиса. Здесь вооружённые силы СССР и номер личный, но имени здесь нету. Где она это, блядь, прочитала? Я чё-то не понял, почему на военном жетоне заключённый? Где логика-то, блядь? Это всё-таки заключённого жетон получается, а не военного. Чё они хотят, блядь, чтобы я сделал? Заебали уже. Так, вот мы. А вот она стояла, мы чемоданчик. Херакс. Деталь блочного лука, бич. Теперь можно в каждом шкафу ковыряться, чё-то, блядь, там вскрывать, чтобы... Всё. Чё всё-то, блядь? А как надо было создать? Всё, я готовый нашёл. Понятно. Это и есть эта гробница, которую они раскопали, что ли? Освещение ещё работает. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Поэтому им всем херово стало, что ли? О, наконец-то это обучение ебливое пропало. Боже мой, всё такое древнее. Что же они нашли там внизу? Всё такое древнее. Это, блядь, времён СССР. А вот как по древним монгольским гробницам лазить, так там всё не древнее. Там всё прям навьё. Нахуй ты нас унижаешь, тварь. О, блядь. Чё такое? По ушам прям у херакала. Как правдоподобное лист жести утонул в этом зелёном в этой зелёной каше. Что, я не достал, что ли? А, похуй. Крокодил здесь, наверное, не водится. А зря. Детальки, патрончики. Как-то лут тут неинтересно собирается в этой игре. Он вообще он размножен, он повсюду, во всём и везде, но, блядь, он как-то автоподбор такой убогий. Ты открываешь пустой ящик и выясняешь, что ты там чё-то нашёл на самом деле. Чё это у нас? Откуда она знала, что, блядь, в этой земле чё-то закопано? Ну, хер ли, глаз гробнителя намётанный. Вообще тут светло, так что, может, и палочкой тут не размахивать, как бы. Горючий материал. Да ты шо. Чё, та бутылка была херовая, да? Ого. Сгорела тряпка, которая держала валуны, как бы, поэтому произошёл обвал. Не, ну графика такая сочная, конечно. Сочная, как жопа Лары Крофт. О, боже. Блядь, по пальцам ёбаный проехал, от пиздец, маникюр можно не делать. Фаланги где-то там, блядь, остались наверху. Ну, а ты думала, как советские зэки на работу ходили? Так, бля, через полосу препятствий. Кто последний, тот ещё и не жрёт. Ещё артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Я вообще не знаю, куда я иду, чё я иду. Пружинку и шестерёнку нашёл, обалденный лут. Так, наверху ещё раз вилка была, а вот если я вверх пойду, что там будет? Наверное, это выход. Да, скорее всего, это выход. Гробница-то, как правило, внизу же. С каким трудом я добыл вот эти кусочки для взрывающейся банки? Так, давай, понесла сейчас гробницу. Раз, два, чик, чик-чирик, гробница наша. Ёбаный в рот! Сука, блядь, я насрал, нахуй, под себя прям, блядь. Что за ёбтвы? вообще нежданочек. Да, и чё, как мы, блядь, мокрую-то раз, раз это. Мокрую-то как подожгём. Это фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Потому что она в красной коже, что ли? Она ещё наполовину полная. Наверное, мне ещё успеет пригодиться. Да-да-да, смотри, продрищишься потом, ли, с таком. То есть трубу не надо, да, сейчас ломать? Кто, блядь, сомневался? Дерьмо случается. А почему что трубу-то ты не пометил опять? Вот это что-то вообще не урубаюсь. Надо как-то перебросить это через воду. А, просто перебросить. Я думал, что надо как-то воду выключить. Вот так. Блядь, вот я всегда жду каких-то сложностей. Решения, на самом деле, всегда простые здесь. Как с тем плотиком, блядь, ебучим с предыдущей. она находится вот там? У-у-у-у, е-па. Да, зона поисков прям минимальная. Кто-то прятал горный инструмент и самодельное оружие. Восстание обезьян. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. У-у-у, понеслась говно по трубам. Что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. А потом приехал генерал Тухачевский и устроил газовые атаки, да? А вот и газ, кстати. Точно, это газ. Давай-ка по-быстренькому хоп-хоп. Карта обновлена, найдена секрета. То есть газ и костер друг другу вообще не мешают, да? пустотелый ударник, облегчение ударник, снижает заедание, повышает скорострельность. О, это хорошо. санитар, быстрее бинтовать раны. Шикарно, берем. Я, я, в принципе, особо не запариваюсь насчет чтения скиллов, я думаю, что при любых раскладах игру можно пройти. Есть, конечно, полезные, есть менее полезные скиллы, есть совсем бесполезные, но надо придумать, как остановить воду. А теперь все-таки воду, блядь, останавливать надо, Пиздец. Ты что, дура? Брось, брось, бросьбеку. Все. Понятно, сейчас. Надо будет тележки, походу. Русский концлагерь, одни бутылки, блядь, пустые. Они тут работали или квасили? Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Наверное. Не знаю. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Вот оно. Так, близко. Вот та лошадка, Надо как-то пробраться внутрь. Лофатка. В этой гробнице призом будет плюшевая пони. Ми-ми-ми. Так, как их двигать-то? Гайд какого-нибудь по-насчету этого? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? И как раньше без этого чуть-я в Tomb Raider играли? Ой, а в Принц Пирси. Еще одна фреска. О, она учит русский. Почти букву Я осилила, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Ааа. Я понял. Надо вставать на тележку и стрелять в канатной вот этой елдой. что у нас тут спрятана учет припрятали только блять долго туда лезть давай давай кувырочками как будто в хоррор прямо играю такая атмосфера здесь прям мрачно таинственная нравится так ну давай попробуем наверно залезть на какой-нибудь вот тут даже видно да трамплинчик сохранился все проще чем я думал найти способ перекрытия полностью блять да чтоб тебя значит на вторую над наверно прыгнуть знаю фантазию этого разработчика этому что правда слушать тележки-то уехали чё будем делать надо высвободить еще одну тележку надо высвободить еще одну тележку как туда добраться а вон там книжка в гробнице ничего опять сверх сверх выдающегося интересного надо высвободить еще одну тележку юб ты бля какие-то сделаю а это наверно вот там и делается не был просто это единственное место куда я могу отсюда добежать вот не хочешь подтолкнуть телегу надо высвободить еще одну тележку не даже здесь есть вот эта вот хуйня веревочная значит сюда блять чё-то можно привязать надо высвободить еще одну тележку ну что именно и откуда чё неужели она по трубам полезет сейчас нет хотя могла бы по трубам по трубам зачем здесь вот эта хуйня нужна я чё-то вообще не понимаю надо высвободить еще одну тележку да ебать эти гробницы явно сука не самое сильное моё блять место надо высвободить еще одно тележку не самая сильная моя сторона нахуй вообще не мой конек надо высвободить еще одну тележку просто нихуя не улавливаю блять чё они хотят а где ручка за которой цепляться там со стороны телеги как раз да надо туда залезть надо высвободить еще одну тележку тут мне кажется нужен составной лук чтобы блять куда-нибудь туда уебать им всадить стрелу тогда здесь появится трос мы сможем пролезть туда обойти пройти по лесенке да и и запрыгнуть вот но у меня этого лука сейчас нет поэтому надо высвободить еще одна тележка хрен на ны чё сейчас тут пройдется как бы без этого лука надо высвободить еще одна тележка вот что значит прийти в гробницу раньше времени уебище сраное только время блять тратишь нахуй им же сука лень расставить свои гробницы таким образом чтобы у тебя ну чтоб ты попадал в них своевременно что у тебя а че это надо высвободить еще одну тележку надо высвободить еще одну заткни нахуй ебало свою блять своими тележки пиздите надо дать блять им тележку высвободить надо высвободить еще одну тележку сука полная залупа блять нахуй не та кнопка ну и чё это дает говно блять какое-то жирное тележку вообще ни хуя не понимаю я уже обошел блять смотрю на эту тележку и походу что надо надо тележку как-то вытягивать что-ли туда вот да как бы ничего что там железные прутья были ну еще одна тележка и что там блять мне что там блять склад тележек надо устроить что где-то нихуя не понимаю это логике блять ебанутый сука вот и блять и их сценарист по загадкам вообще долбоёб по моему ну вот еще одна тележка и чего вода блять идти перестала что нихуя еще одну тележку наверно высвободить на 10 блять тележек высвободить тому хорошо этому сока советский автомат по выдаче тележек блять лучше чем ваша не блять дожди ну и хули причем тут труба блять и тележки я вообще не понимаю вот это и вот это залупа еще здесь я походу тут что-то на время делать но я просто блять вообще нихуя не понимаю что именно вот смотри тележка просто ёбнулась и хули она уже не говорит что и надо высвободить еще одну тележку на тот просто охуела поняла что тележки мы только проёбываем блять и в гробницу нам так нихуя в жизни просто не попасть блять никогда еб твою мать наверно я понарь надо успеть а вот эту херню поднять пока тележка едет чтобы нас разгона пролетела просто это блять мой вообще последний вариант ничего лучше я придумать не могу интересно это вообще возможно что баба это ведет себя крайне неадекватно не надо наверно сюда с прыжком сразу туда прыгать на эту хуйню охуеть просто блять ебанутая сука пиздец да правильно нахуй руки вытягивать хвататься если можно ёбанутая пизды получить согласен абсолютно незачем блять какое говно господи пусть у нас мне получается нас прыгнуть запрыгнуть и все это пока тележка едет пидараска блять сука нахуй секунды блять не хватило ёб твою мать а да пиздец она корова это нихуя не успевает блять здесь как так то значит нельзя спрыгивать потому что нихуя не успевает начну отсюда блять как то падать что собственно невозможно блять сделать если ты играешь ебанутой бабой блять она блять не создана для таких нахуй хитрых действий вот все таки она осилила я так не понял на какую кнопку надо было на дополнительную нажать вот так и живем блять с этими сука гробницами получается охуенно длинная заебись блять вот в холостую это да когда для дела надо нихуя не получается здесь лестница есть сломанная на которую вообще хуй залезешь поэтому я лучше блять в обход буду бегать и че как бы и че как бы Я чё-то нахуй просто пиздец, блядь Так, а хули тогда надо сделать? Я просто, блядь, щас нахуй пиздец, блядь Нужно ещё одну тележку, блядь Я нахуй выпустил тележку, блядь И с разгона, и без разгона, и хули ты хочешь? Чудовище, ёбаная, чё, чё надо-то? Как бы Каким хуям, блядь Связаны эти ёбаные тележки Сука, я уже, пиздец Сходил даже, блядь, чайку попил, потому что, ну Просто, блядь, у меня бомбит, нахуй Я ненавижу, это как ребусы, ебаные, разгадывать Я не вижу ребусы, не вижу камня, блядь, чё-то не получается Это, пиздец, как, блядь Хорошо, у меня был вариант, что с разгона Эта ёбаная телега должна была Проломить эти доски, нихуя Хорошо, это всё говно должно быть Сломано, блядь Хорошо, блядь, значит Подожди, а если телегу Может телегу, блядь Может она правильно, что она упирается Эта ёбаная телега Может, может надо её просто успеть Как-то пригвозить её к этому говну У меня вроде есть перк, чтобы две цели выбирать Погоди-ка, погоди-ка, погоди Погоди Сейчас Значит, это, блядь А-а-а Ну да Задача-то трубу сломать А не воду перекрыть То есть задача перекрыть воду, но для этого надо сломать трубу А там на трубу нам вот на верёвку В верёвке привязываем тележку Отпускаем тележку, блядь Сука, 6 утра, я сижу как долбоёб, блядь Разгадую какие-то нахуй ёбнутые загадки, блядь, из этого говна Просто, блядь, вообще феноменально Сука У них пиздец, блядь И знаете самое бесящее говно Когда ты уже, блядь, психуешь, нахуй, говоришь Да ебал я всё на свете А потом всё оказывается А-а-а Нужно лишь немного огня А, то есть вот это называется Она перекрыла воду Блядь, я пиздец, твой урод Мамку твою, блядь, делал Ну охуеть Я думал, что сейчас Труба просто отломится Телегу за собой тянет Оказывается, что Блядь, ну и тупизна же, блядь Лара Крофт, нахуй Вот телега, висящая Телега, висящая на канате Даёт охуенную защиту от воды Смешно просто, блядь Не, ну всё равно Ход мысли, ход мысли был верный Только я думал, что сейчас Телега вниз улетит Просто и оторвёт Какую-нибудь трубу С которой вода Наверное, в конце концов Рабочим всё это надоело Да, вон чувак с киркой В горбу лежит Обогреватели Свет всё ещё работает Хотя тут Лет сто, наверное, этим По этому всему Да, как загадка При помощи лука и верёвки Тележки перекрыть воду Ну давай Сделай так, чтобы я охуел Картинки-то там одни и те же Ясные глаза Ясные глаза Вспоминаю Умираю Все ловушки неподалёку Автоматически подсвечиваются При использовании Улучшенных инстинктов выживания Дерьмо собачье А не навык Какую штуку-то Чё, где ловушки? Столько повреждений От неумелых раскопок И до обрушения Наверняка это связано с пророком Наверное, с тема Они пробились в эту шахту Возможно, она ведёт наружу Как это связано с пророком? Как ты, блядь, в голове у себя Просто выводишь эти формулы? Да Кто играет, напишите Долго ебались с этими тележками, блядь Потому что Сука, не могу же я один такой тупой быть, блядь Пиздец, просто Причём не самые плохие варианты Пробовал с разгона тележку-то запустить, а? Ну скажите, что это в этом логика-то есть какая-то? Или я один в этом видел логику? Пиздец Мои варианты, по-моему, лучше, чем, блядь Те, что предлагает игра Проделывать А не мне, по крайней мере, больше нравятся Так, ну и чё? Ты допрыгнешь до туда, типа? Охереть Всё И сейчас, смотрите Сзади неё всё рухнет прям Нет? Не будем делать вид, что ты на последних секундах всё это А мне куда идти-то, кстати, надо не туда ли? А, я мимоходом вообще в эту гробницу попал Так, ну и вообще не сюда В урановой воде купаемся Завтра, блядь, лысая проснёшься Мне кажется Она сразу волосы проверила, блядь, не выпадают ли Блин, как из этих гробниц долго выбираться Неужели Быстрый выход было не сделать Или автоматический какой-нибудь хотя бы Я долго-долго шёл туда Теперь долго-долго иду оттуда ещё до кучи Вот так надо мастерски растягивать геймплей Ну ещё тупые загадки, конечно, тоже помогают Ну, в принципе, я думаю, что для одной серии уже было достаточно И бомбежа, и всего чего угодно Идёт она уже больше часа Поэтому на выходе из гробницы Не знаю, где тут чекпоинт Но в любом случае серия здесь заканчивается Так что что-нибудь там нажмите Что-нибудь там где-нибудь напишите И адьё Что-нибудь там где-нибудь там где-нибудь там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА